Казимир Малевич Одним цветом фиолетовым И сегодня наш город впервые увидит знаменитые полотна мастера Фиолетовый квадрат Купание фиолетового коня Иван Царевич и фиолетовый волк И конечно же скандально известное полотно Мне все фиолетово Мы следим за развитием событий До встречи в вечерних новостях Виолетта Шишкина специально для канала Культур Мультур Ну что, Стасик, нормально? Во! Вот ты где! Виолетта, ну нельзя же так Заказала пиццу Мы тебе ее в редакцию привезли А нам говорят, ты на пресс-конференции в мэрии Мы в мэрию А ты уже на открытии памятника Мы к памятнику А там вообще никто ничего не знает Полгорода объехали Пока тебя нашли Лех, ну что ты хочешь? Работа такая Надо быть сразу в десяти местах Ты же сам без пяти минут телевизионщик Должен понимать Фига себе работа Это надо летать со скоростью света Иногда даже быстрее Если хочешь успеть за всеми сенсациями Лех, ты где такого умника откопал? Прошу любить и жаловать Мой младший брат Дмитрий Интересуется профессией журналиста Что, сильно интересуется? Ну как? У нас сейчас в школе конкурс стенгазет А меня в классе главным редактором назначили О, такой молодой уже главный редактор Виолетта, ну хорош прикалываться Расскажи парню в двух словах о журналистике Ладно Только скажи мне для начала В каком веке мы живем? В двадцать первом Ну это само собой Но главное, что мы живем в век информационных технологий Знаешь, сколько каналов было в телевизоре двадцать пять лет назад? Три канала А сейчас их сотни и тысячи А в интернете миллионы сайтов Информация окружает нас со всех сторон А кто эту информацию контролирует, тот владеет миром Поэтому профессия журналиста на сегодняшний день Одна из самых важных и самых востребованных Виолетта, а вот я, это, слышал, что есть журналисты, а есть репортеры Они вообще как? Чем-то отличаются? О, молодец редактор, сечет фишку Журналист – это человек, который глубоко изучает какую-то проблему, которая волнует людей На это у него могут уйти и недели, и месяцы, а иногда и годы А задача репортера – как можно быстрее примчаться на место события И беспристрастно рассказать о нем людям Журналист – он как бы штабной работник А репортер, вот как я, например, всегда на передовой информационного фронта Понятно А трудно вообще стать журналистом? Да уж потруднее, чем пиццу разносить От темы не отвлекаемся Ладно Ну, как тебе сказать? Многие думают, вот закончил журфак, и уже журналист Но я считаю, что одного образования маловато Тут талант нужен Надо иметь нюх на сенсацию И умение эту сенсацию преподнести Но это для репортера А для штабного журналиста – самое главное – аналитические способности Чё? Объясняю Вот собрал ты какие-то интересные факты А потом подумал, и на их основе сделал сногсшибательные выводы Чтобы у всех челюсти поотпадали Круто! И знаешь, что мне больше всего нравится в нашей профессии? Сегодня, чтобы сделать свою программу, достаточно иметь недорогую видеокамеру и ноутбук Положил всё это в рюкзак, и вперёд за сенсациями Снимешь хороший материал – его у тебя любой канал с руками оторвёт Причём за очень приличные деньги Звёзды журналистики зарабатывают, как звёзды футбола Так, пацаны, пресс-конференция окончена А то я тут с вами и Никонова чуть не проворонила Всё, чмоки-чмоки, до встречи в эфире Маэстро, каковы ваши ближайшие творческие планы? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Сёмкин Продолжение следует...